Василий Небензи, в новом году работы у Совбеза ООН мало не будет. Василий Небензи, в новом году работы у Совбеза ООН мало не будет. 13 часов ровно знак авторского права РИА Новости, Нина Зотина, Василий Небензи. Знак авторского права РИА Новости, Нина Зотина, уходящий год был богат на политические события и всевозможные кризисы. И большинство из них в той или иной мере требовало реакции Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России при организации объединенных наций Василий Небензи в интервью корреспонденту РИА Новости Ирине Андреевой рассказал, что будет в центре внимания Совбеза ООН в новом году, о том, как РФ относится к важнейшим международным проблемам, в частности, к выводу войск США из Сирии, перспективам налаживания диалога между Москвой и Киевом, а также к ситуации вокруг Ирана и КНДР. США начали вывод войск из Сирии и заявили, что победили ИГИЛ «звездочка». Одновременно с этим с поста спецпредставителя ООН по Сирии уходит Стаффан Домистура. Как эти два события повлияют на дальнейшее развитие ситуации в Сирии и чем это выгодно России? Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов шаг в правильном направлении. Уход американских подразделений, помимо восстановления международно-правовой законности и суверенитета САР, позволит продвинуться по ряду направлений. В первую очередь, и мы неоднократно об этом говорили, это разблокирует патовую ситуацию вокруг лагеря беженцев Рукбан. Деоккупация территорий вокруг населенного пункта Ат-Танф и их переход под контроль правительства сделают возможным беспрепятственную доставку в упомянутый лагерь гуманитарной помощи или расселение его жителей, заинтересованных в возвращении в ранее покинутые места проживания. Во-вторых, появится возможность купировать тенденции, подрывающие единство и территориальную целостность Сирии. Убеждены также, что восстановление контроля Дамаска над всем участком сирийско-иракской границы будет способствовать окончательному искоренению угрозы ИГИЛ-звездочка с координированными действиями вооруженных сил САР и Ирака. Собственно, такая координация уже налажена в рамках четырехстороннего центра в Багдаде. Дальнейшая нормализация ситуации на земле должна положительно сказаться на продвижении политического процесса. На этом направлении необходимо наращивать усилия. Роль представителя ООН спецепосланника генсекретаря по Сирии приобретает дополнительное значение, в первую очередь в плане закрепления фокуса международных усилий на политическом и экономическом треках. Подчеркнул, вопросы восстановления разрушенной инфраструктуры и создания необходимых условий для возвращения в ЭПЛЭ и беженцев важны для стабилизации страны, придание дополнительного импульса политическому процессу. В 8 часов 20 минут источник, уход США из Сирии может открыть военные преступления коалиции и мы будем работать с новым спецепосланником генсекретаря Гейром Педерсеном, который сменит став на Домистуру на посту спецепосланника по Сирии в январе следующего года. Окажем ему всю необходимую поддержку и в национальном качестве, и в рамках страны гаранта астанинского процесса. Надеемся, что у него получится быстро и эффективно приступить к реализации потенциала, который был аккумулирован его предшественником, скажем прямо, не без существенного вклада со стороны формата Астаны. Мы в целом положительно оцениваем работу Стафана Домистура. У нас положительный опыт взаимодействия в рамках его подключения к деятельности астанинского формата, а также содействия реализации итогов Конгресса сирийского нациодиалога в Сочи, в том числе о формировании Конституционного комитета. Многие задаются вопросом, выгоден или не выгоден России уход американцев из Сирии. Все, что способствует стабилизации Сирии и продвижению политического урегулирования в этой стране, выгодно всем, но прежде всего самим сирийцам. У нас же нет никаких других интересов, кроме тех, о которых мы заявляем открыто, мы хотим видеть Сирию единым, территориально целостным, независимым государством, в мире и безопасности сосуществующим со своими соседями и странами мира. Для этого необходимо окончательно ликвидировать там террористическую угрозу и обеспечить ведомый самими сирийцами и принадлежащий самим сирийцам политический процесс, как это предусмотрена резолюцией 2254 СБ ООН. США активно продолжают настаивать на всевозможном ограничении действий Ирана. Насколько это реально и может ли вылиться в новую резолюцию суббота? Мы не исключаем того, что США будут пытаться сделать это через Совет Безопасности. Особенно с учетом того, что новая резолюция позволила бы в глазах Вашингтона сместить акценты и оправдать тот факт, что своим выходом из СБТ он сам нарушил резолюцию 2231 и тем самым статью 25 Устава ООН, со своей стороны, хотел бы особо подчеркнуть сколь-нибудь значимых фактов так называемых иранских нарушений в субботе пока никто не представил. Поэтому не видим каких-либо оснований даже для начала теоретического обсуждения принятия ограничительных мер в отношении Тегерана. Такой шаг не только подорвет авторитет самого Совета, но и МАГАТЭ, которая с самого начала своей работы в Иране регулярно докладывает о строгом выполнении последним всех своих обязательств в ядерной сфере. А на развитие оборонительных ракетных систем иранцы имеют право. И вообще, давно напрашивается смена парадигмы действий в отношении Ирана. От запугиваний, угроз и шантажа пора прийти к политике диалога и вовлеченности. Как можно ускорить процесс денуклеаризации и КНДР и есть ли реальные механизмы для этого. В настоящий момент темпы продвижения данного процесса напрямую зависят от того, как быстро в Вашингтоне осознают, что оттепель в его отношениях с Пхеньяном является проявлением доброй воли последнего, а не результатом политики максимального давления. В 2018 году удалось добиться обнадеживающих результатов в американо-северокорейских и межкорейских отношениях. Но сейчас процесс застопорился. Мы говорим нашим американским партнерам, что разрядка на корейском полуострове — это улица с двусторонним движением. Попытки добиться от Пхеньяна безоговорочной капитуляции обречены на провал. Застой на этом треке тормозит прогресс в межкорейских отношениях. Убеждены, что до тех пор, пока Вашингтон не начнет разговаривать с Пхеньяным языком дипломатии и не проявит готовность договариваться, процесс денуклеаризации ускорить не получится. А мы заинтересованы в прогрессе не меньше американцев и, кстати, готовы в этом помогать. В 8 часов 49 минут эксперт прокомментировал слова в ООН об опасности ухода США из Сирии. Спецепосланник ООН заявил об опасности вывода американских войск из Сирии. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио «Спутник». Выразил уверенность в том, что для установления порядка в Сирии территорию должны контролировать правительственные войска. Хотел бы напомнить, что еще в июле прошлого года Россия и Китай выступили с совместной инициативой, основанной в том числе на параллельном продвижении к денуклеаризации. В конкретном плане она предусматривает, что противоборствующие стороны утверждают общие принципы взаимоотношений, включающие неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную. Как мы видим, Сеул и Пхеньян в выстраивании своих отношений в целом следуют именно такому подходу. Это надо поддерживать. Есть ли перспективы конструктивного диалога с Украиной и что может помочь его установить? Мы не прерывали конструктивный диалог с Украиной, все инициативы на его слом исходят исключительно от Киева. В России по-прежнему воспринимают украинцев как ближайших братьев, всегда рады им и очень переживают в связи с охватившим наших соседей после инспирированного Западом в феврале 2014 года антиконституционного переворота майданного безумия. Мы знаем, что как бы ни старалось с видомое крикливое меньшинство навязать свои одиозные взгляды простым украинцам, у них ничего не получится. Верим, что вскоре наши соседи смогут выбрать себе такую власть, которая начнет, наконец, диалог со своими же русскоязычными гражданами на востоке и юге страны, что позволило бы им в духе европейских ценностей сохранить свою культурную и языковую идентичность, право чтить память предков, освобождавших свою землю от фашистов. Считаем также важным, чтобы Украина, наконец, приступила к выполнению минских договоренностей. Непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2019-2020 годы избраны Бельгия, Германия, Доминиканская республика, Индонезия и ЮАР, которые сменят Боливию, Казахстан, Нидерланды, Швецию и Эфиопию. Как это повлияет на расклад сил в Совбезе? Станет ли России труднее вести работу в Совете? В 2019 году состав Совета безопасности ООН по традиции обновится на одну треть. В работе в субботе нельзя не учитывать конфигурацию Совета. В этом году мы прощаемся с Казахстаном, Боливией, Эфиопией, Швецией и Нидерландами. Первые три из них в период своего нахождения в Совете смотрели на большинство сюжетов под одним углом с нами. Рассчитываем на такое же конструктивное взаимодействие с доминиканцами, индонезийцами и южноафриканцами. Последние к тому же наши партнеры по БРИКС, понимаем, что, как и шведы с голландцами, бельгийцы и немцы будут в целом действовать в общей эсовском фарватере. Вместе с тем, учитывая имеющиеся точки соприкосновения по ряду вопросов, надеемся, что Бельгия и Германия смогут занимать сбалансированную позицию в Совете. Какие вопросы будут наиболее значимыми на повестке дня в субботе в 2019 году? Учитывая сложную динамику международных отношений, сегодня трудно делать точные прогнозы. Тем не менее, уже находящиеся на повестке дня суббота вопросы с боем курантов сами собой не уйдут в прошлое. Очевидно, что Совету в наступающем году придется продолжать заниматься проблематикой Ближнего Востока, в том числе Сирии. В фокусе внимания останутся африканские конфликты, которые формируют больше половины вопросов, стоящих на повестке дня. Останутся проблемы Косово, КНДР, противодействие международному терроризму, нераспространение ОМУ и другие. Иными словами, работы точно мало не будет. 20 декабря, 23 часа 35 минут принятия резолюции ООН по ДСТР не остановит США, заявил Небензе. В целом, загруженность Совета Безопасности неуклонно растет. Один пример, с 1990 года количество открытых заседаний и консультаций увеличилось в 4 и 2 раза соответственно. Также примерно в 2 раза увеличилось и количество документов, принимаемых Советом. Это же касается и рабочих визитов, миссий, в разные точки мира. В этих условиях важно оптимизировать работу суббота, и не распылять усилия на второстепенные сюжеты и привнесенные темы, находящиеся к тому же на повестке дня других ООНовских структур. У кандидата на пост постпреда США в ООН нет опыта работы ни в международной политике, ни в дипломатической сфере. Будет ли это ей мешать, и ожидаете ли вы от нее конструктива? Преждевременно давать какие-либо оценки деятельности еще не вступившему в должность постпреда США при ООН. Но я вас уверяю, что мы готовы работать с любым представителем Соединенных Штатов при ООН и всегда готовы к конструктивному взаимодействию с США в Совете Безопасности ООН. Звездочка запрещенная в России террористическая организация.